привет вас дорогие друзья сегодня у нас на обзоре один караван еще один бейли рейнджер 380 модели 750 килограмм максимальная масса прицеп растаможен находится в санкт-петербурге и они на один улице шоссея на 50 а весь ассортимент на нашем сайте 1карван.ru ссылочка в описании и также можно найти в любом поисковике 1карван спб прицеп у нас этот двух-трехместный планировочка обычного 750 килограммового прицепа стабилизатор движения в виде вот такого замка дополнительного накатные тормоза спрячное колесо и вилка на 7 пин здесь у нас одна идет вот и подключение вот точнее ручной тормоз вот впереди у нас место для хранения газового баллона бардачок не не сильно большой не шибко большой но вполне достаточно для среднего для баллона средних размеров спереди три окошка открывается все по раздельности с москитными сетками солнцезащитными шторками тоже все по классике с этой стороны одно большое окно с той стороны симметричных ему также окошко есть штатное место для аккумулятора и подключение 220 здесь подключение дополнительное с розеткой вот она идет английская которую можно заменить без проблем вообще далее идем вид сзади сзади у нас одно большое окно небольшое точнее это который доступ к туалету ведет к туалету по этой стороне одно окошко я его про него говорил уже ну и штатное место для кассетного биотуалета точнее для его кассеты кассеты вот такого вида стандартного вот еще раз на общем плане покажу хотя на превью видел видели все на широкоугольную камеру и снимал пойдем вовнутрь сейчас посмотрим что у нас здесь внутри все тоже великолепно прицеп она с двумя большими диванами метр восемьдесят длиной 1 метр восемьдесят длиной другой посередине жесткие ребра выезжают ламели собирающиеся что позволяет собрать эту область в кровать вот таким образом легким движением руки это можно сделать под кровати место для хранения есть также хранится установлен правильно так сказать будет бойлер вот он у нас на 10 литров трума также есть место для установки боя бака для воды внутреннего внутреннего накопителя воды столик разбирается выдвигается полностью то есть на две части делится собирается небольшая столешница также дополнительный столик в комплекте идет который хранится на своем штатном месте фотографии на сайт я уже добавил 220 освещение остальное 12 то есть раз-два все остальное 12 вольт музыка здесь выведена вот магнитола стоит колоночка 1 и также колоночка 2 есть вот с этой стороны так под этой кровати у нас все пусто по моему на всякий случай проверим так да здесь все пусто ничего интересного в принципе нет вот это автомат у нас включение также есть зарядка своя на аккумулятор то что немаловажно тоже но принципе это уже по стандарту идет в английских прицепах управление отоплением утопление работает у нас от газа 220 с раздувом и без печка трума выглядит вот таким образом кстати довольно в очень хорошем состоянии очень хорошо смотрится по стилю по цвету бордовый цвет я имею ввиду раздув у нас вот таким образом выглядит вот он розетка английская и включение также включение у нас здесь более получается есть в принципе как бы по управлению все более работает от газа 220 сама свой холодильник уже переходим потихонечку кухонному блоку холодильник электролюкс с обычной морозильной камерой стандартных размеров и две полочки три полочки точнее в холодильнике тоже работает газ 12 220 все оборудование проверяется перед продажей демонстрируется перед расчетом полным если вы из другого города дистанционно продажи происходит то все то же самое здесь у нас бар так называемый зеленой обивкой место для хранения бокалов и бутылок и так далее вот здесь у нас штатное место для вещей так скажем ну то есть я шучу конечно это обычный шкаф вот выхлоп от печки идет наверх обычный шкаф вот таким образом выглядит он то есть повесить какие-то вещи можно прицеп сухой никаких повреждений не наблюдается внутри потерь против очек нет и готов к эксплуатации так пока к туалету не будем возвращаться точнее обращаться мы посмотрим наш кухонный блок кухонный блок с четырехконфорочной газовой плитой 4 конфорки разных размеров духовой шкаф гриль сейчас посмотрим по состоянию но вполне адекватно 2000 года я думаю вообще идеально ну опять же я уже говорил всегда что духом шкафами и грилями особо не пользуется поэтому оценивать прицеп по их по состоянию гриля и духового шкафа нужно я думаю не стоит это в целом вообще небольшое отступление горячая вода холодная вода разумеется сюда подается раковина есть в кухне любой насос помпа куда подключается ну все снаружи в английских прицепах если вы видите такой насос значит он подключается снаружи опять же если поставить бак внутренне уже наличие этого насос теряет смысл поэтому будем рассказывать уже непосредственно если вас это интересует будем рассказывать что можно сделать и как его использовать дополнительно здесь у нас место для хранения тарелок то есть посуды вот ну и в принципе как бы все пустовато в принципе в этих полках особо ничего интересного кошка открывается используется как как вытяжка также 40 на 40 люк есть люка панорама есть разумеется нет первых прицеп очень маленький довольно сложного здесь было вместить да не факт что он так нужен вот ну некоторым принципиально поэтому вот туалетная комната у нас просторный душу поддоном довольно простором действительно может это еще кажется визуально потому что шторки я не наблюдаю здесь но в целом здесь довольно много места вот шторочка у нас здесь должна была висеть и по каким-то причинам здесь не оказалось ну я думаю это не проблема тоже кассетный туалет тэдфорд работает обычно то есть как обычный кассетный туалет с индикатором датчиком который показывает насколько заполнена наша кассета вытяжная аллейка у нас здесь стоит вот такая вот все оборудование уже проверено вот остатки воды капают отопление сейчас немножко поработала в течение дня ну проверяли все работает довольно тепло в прицепе вот поэтому подведем итоги прицеп у нас растаможен находится санкт-петербурге я не надену за шоссея на 50 а всем спасибо за просмотр подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на инстаграм также рекомендую посетить наш сайт ссылочка будет в описании 1 караван ру всем спасибо всего доброго до встречи санкт-петербурге